всем привет сегодня у меня на обзоре будет тюнер компании амику импульс сот это тюнер импульсы есть и спутниковые и т2 но я это вариант я выбрал для обзора спутниковый но сейчас давайте посмотрим на его комплектации а потом подключим телевизору и посмотрим на что он способен ну и так комплектация у него можно сказать обычная есть мануалочка на разных языках это тюнер популярные в сторонах польши венгрии чехии и словакии поэтому на этих языках в основном вся инструкция где подробно все написано о подключении комплектации комплекте идут батарейки также комплекте идет 12 вольтовое блок питания выносное это неплохо потому что вдруг сгорит не надо его разбирать просто заменить питание все огромный пульт но амику всегда ложит хорошие качественные пульты кнопки удобные расположены очень удобно так что все у нас хорошо и есть выносной инфракрасный датчик для приема сигнала с пульта также сейчас посмотрим на сам тюнер тюнеры небольшой компактных размеров вот такая передная панель на передней панели у нас есть надпись корпус самое металлические сбоку два входа usb 2.0 есть решетка металлическая этой и выхода инфракрасный датчик подключения антенны rs выход hdmi и кабель scord ну и подключение питания ну такой компактный удобный можно тюнер рук есть также выход для карточки работает с кодировкой konax ну нашей стране это уже не актуально но сейчас мы подключаем его к телевизору и пройдемся по меню посмотрим чем его напичкали какая прошивка ну и что есть ну вот при включении мы сразу видим идет сигнал но для начала давайте про мою смотрим версию прошивкой как так как этот тюнер уже выпущен довольно давно его возможно нужно прошить последней версии прошивки чтобы более он получше работал вот зайдем сейчас раздел это обновление и вот здесь можно обновлять тюнер с помощью юсб флешки так сейчас посмотрим информация версия прошивки мы видим 402 это очень очень старая прошивка сейчас уже есть вроде 458 поэтому сейчас мы ее и установим эту прошивку нужно ее установить открытие на флешку зайти в раздел обновление так сейчас мы сюда заходим вот видите есть обновление с юсб выбираем этот пункт нажимаем кнопочку окей вставляем флешку и тюнер автоматически с флешкой должен найти файл прошивки там сейчас мы его найдем пока немножко тюнер ручек нож думает ищет данную прошивку нужно чтобы на флешке не было никаких других прошивок ничего чтобы ну попроще было тюнеров и всего искать потому что этот тюнер как бы автоматически находит файл слышки подтягивает и сюда вот видите он уже выбрал прошивку 458 вставим все коды вся прошивка и нажимаем старт и пошла у нас прошивочка прошивается он так среднем и не быстро и немедленно немножко нужно подождать потому что ну очень много файлов много всяких штучек устанавливается поэтому нужно немножко подождать так он видим уже идет у нас прошивочка так я есть на данный момент тоже хочу приобрести дорогие тюнера есть микулы комбо но они очень дорого стоят поэтому если есть возможность это мне жезу напишу ссылочку на paypal кто-нибудь есть желание скиньте и купим вместе тюнерок подороже чтобы сделать на его обзор потому что все дешевые это чуть-чуть не то хочется уже что-то посерьезное так ну поехали даже дальше вот первое меню это нужно выбор языком сейчас мы пойдем полностью по меню выбираем язык на котором нам удобно вот видите русский и ну пусть будет и будем на это дальше продолжается пробежимся по меню посмотрим полностью что есть и так первое меню это у нас система давайте системы начнем посмотрим информацию версию прошивки дал прошивка уже установилась версия 258 это уже хорошо и первое меню это настройки языка я уже вам показывал здесь можно настройка гида настройка приоритет звука пире 1 2 звук и так дольше ну обычный дольше а в режим перспективы 16 943 видео выхода цифровой звук выход и есть еще прозрачность меню тоже все настраивается под свой вкус как кому что удобно далее у нас есть интернет подключаем и подключение вай-фай красной кнопочкой нажимаем и ищем саму сеть и сеть на ходе них когда находится кнопочка ok подключаемся если надо вводим пароль и народ подключается к интернету так все подключение к интернету есть дальше переходим есть установка времени можно выбрать летнее время время на экране дата число ну и все как надо все на это устанавливаем дальше у нас родительской контроль ну сначала идет пароль 400 можно изменить поставить свой если есть какие-то каналы можно поставить по 0 каналы можно поставить пароль на меню чтобы никто не лазил настройках дополнительные настройки как вы видите здесь можно номер списка канала автоматические субтитры автоматическое отключение питания ну и другие другие позиции тоже все под себя настраивать кому как нравится следующее это обновление с usb обновление через сеть автоматическое обновление посмотрим что это такое ну по идее она должна автоматической сети обновляться но так как это уже но давно было поэтому давно тюнер выпущен может уже файлове не быть обновление через теперь есть и так далее сброс на заводские настройки можно все сбросить стереть каналы или все сбросить на заводские чтобы вот видите настройки по молчанию и так импорт едва едва дата есть и давайте закончим с разделом система и перейдем дольше первый это режим инсталют здесь настройка антенны можно выбрать спутники на которых будем смотреть каналы и выставить десаки например хорби там 3 вот сериус можно поставить первым какие вы принимаете вот такие и номера такие разделы все выставить и так вот видите меня астроп первый и амаз сейчас поищем амаз поставим на вторую там камаз у меня 2 кого как тоже под себя все настроить и у кого как будет показывать и и сохраняем это все нужно конечно обязательно подключать антенну чтобы был сигнал поэтому я только быстро вам просто показываю меню следующее есть это поиск каналов по операторах разных иностранных здесь там чешские германские польские венгерские операторы вот если можно так выставить и по этих просто будет умный поиск и авто настройка тюнера это вообще тюнер сам ищет как до каких спутниках подключен ваш тюнер он автоматически подбирает и потом сканирует частоты и настроят каналы но эта настройка она происходит очень долго ну если есть время подождать можно подождать и настроить все этой настройкой но видите она идет не быстро поэтому нужно немножко ждать вообще амико это очень известная фирма выпускает очень хорошие неплохие тюнерки есть у него как варианты и комбо опять от 3 а4 они принимают и спутниковые цифровые и там встроенные и android система так что можно и с play market а еще скачивать приложение но эти тюнерки тоже не маленькие не дешевые ну может когда-то тоже приобрету для обзора и уже и вам покажу ну и сейчас дальше просмотрим есть нас на меню такое как называется спутниковый гид дальше режим условного доступа это режима карточка здесь показывает информация о карте доступа есть режим для хитрого просмотра шаринг вот уже можно прописывать свои серверы и смотреть хитрый просмотр на даром тюнерки тоже здесь встроенный есть эмулятор есть редактор ключей тоже медиакарты и ксрд то биск у нас все эти ключи тоже можно все поводить или скачать файл ключей на флеш флешку тоже все установить еще мкс конфигурация тоже можно все настроить и айпи шара тоже все здесь настраивается следующий раздел это медиа можно настроить и запись каналов и телепередач на юсби накопитель просмотр фильма музыки картинки сохранение по на флешку первые установки здесь есть ну и извлечь устройство флешку сданного тюнера следующий раздел это у нас есть даже игры можно поразвлекаться от обычную популярную игру тетрис если пропал сигнал каналов нет доступа в интернет можно немножко убить время вот этими играми ну еще одна игра это змейка тоже можно немножко побаловаться тоже популярную игру на телефонах nokia и сименсов кто это еще помнит ну и еще одна игра которая называется отела конечно смысл этой игры не знаю но есть она и есть раздел гид ну и функции интернет функции в данной прошивке интернет функции сильно не работает ну просто я сейчас вам пройду покажу какие есть предусмотрены есть youtube тоже можно установить по регионах можно настроить формат hd или обычный sd чтобы картинка была поручить лучшие серы с новости но здесь только их у новости но они работают но все на английском так что можно кому надо почитать есть погода погоду тоже нужно настраивать вручную зеленой кнопочкой добавляете город где вы живете для примера напишу киев не знаю сейчас там меня есть доступ интернета нет найдет не найдет на уме он просто меня показываю сейчас вот так пишется киев кнопочкой окей и зеленая добавляем гол город и ищем погоду здесь должна показываться на пять дней на не знаю тенера кто смотрит погоду не смотрит ну может кому-нибудь пригодится данная информация дальше переходим следующий раздел следующий раздел google карты но google карты я тоже проверял не работают но режим есть встроенный здесь можно выбрать страну материк азия нам пример страна китай и город китай можно выбрать свой там европа украина там киев и настройки должно показывать google карты ну на данный момент уже эта функция не работает может выйдет еще когда-нибудь прошивочка и там уже все поправят и поменяют еще есть ftp можно тоже настроить веб-тв функция тоже но здесь нужно ссылочку на какой-нибудь веб кинотеатр установить все вручную или найти где-нибудь уже дом со встроенными этими всеми настройками все это смотреть но меня как бы не дампа заводская прошивка поэтому эти все функции здесь не настроены но можно здесь все поводить ввести название канала добавить или ирл канала веб-тв и смотреть интернет-фильмы так что если постараться можно есть и бургер тиви тоже это айпи тиви данной компании на тоже мне надо иметь по листа этого нету есть тоже global тиви сейчас я его пока вот в global тиви то уже от оператора global и 5 листы есть и стал окер айпи тиви портал кого есть логин пароль тоже можете сюда войти и смотреть и экстрим портал тоже это в кого есть логин пароль все настроить это все платные операторы и и кофта тоже нужно все поднастраивать вот такие интернет функции но с интернет функции работают только раз новости нормально остальные все надо вручную настраивать и или искать дом где это все работает так что вот такой теной ручек сдавайте сейчас посмотрим как он работает с каналами т2м и потому что часто спрашивает вроде там сейчас частота какая-то надо вспомнить давайте сейчас на спутнике астра сейчас мы подключим где этот спутник астра у нас вот он на частоте 12 063 вроде появились каналы т2м и давайте их отсканируем и посмотрим работают они или нет на этом тюнере чтобы уже все понятие знать там давайте вот поймали сигнал и сканируем транспондер красной кнопочкой есть сканировать транспондер нажимаем красную кнопочку окей для поиска и смотрим найдем мы т2м и каналы или нет нет какой-то тасс отсканировали и все значит он т2м и наверное не поддерживает ну давайте посмотрим что это за тест так включаем тест а здесь черный квадрат данный тюнер 102 мой не работает и сейчас отсканируем еще какую-то частоту вообще посмотрим как он сканирует каналы или какая картинка давайте какой еще у нас частота тка не будем все сканировать одну давайте 12 130 здесь вроде канала есть посмотрим как они работают на этом тюнере то идет сканирование каналы отсканировали сдавать и сейчас включим и посмотрим работает они или нет все сканирование прошло удачно каналы показывает ну он работает формате hd сканирует mp4 канал mp2 а вот т2май он не сканирует поэтому в 2022 году тюнеры сами к импульс вполне можно смотреть но для просмотра спутникового тв интернет функции нужно настраивать все вручную а так в принципе неплохой тюнер от хорошей компании ну и всем привет до новых встреч